всем доброго времени суток уважаемые подписчики гости моего канала сегодня у нас на обзоре хай hi-fi дека моя дека айва иди с 950 дек у меня две первая в стойке у меня техник rs и z6 и айва вот это вот 950 хотел сделать и обзор давно уже хотел наигрался очень много игрался с этим аппаратом вот как раз делаю обзор на эту а его и заодно не есть чем сравнить умеет сравнить с техник сам и вот а его на фоне техник со потом на следующие видео я сниму техник с на фоне а его давайте кратенько по характеристикам значит год выпуска 95 96 и выпускали 5 килограммом весом один мотор трехголовочная дека с закрытым трактом шумоподавление на борту би си и соневская с отношение сигнал шум 84 децибела аппарат этот с верхней линейки у а его ну давайте потихоньку значит начнем включается он как с кнопки также он комплектуется пультом дистанционного управления привода электрического на подкассетник нет то есть все у нас вручную сразу же он проматывает лево вправо и делает преднатяжение потому что закрытый тракт все основные органы управления у нас находится в правой стороне деки давайте начнем слева направо кнопочка reset это у нас сброс счетчиком кнопочка zero return интересная очень функция значит когда мы обнулили счетчик до нуля нажимаем zero return точнее вот так останавливаем zero return и он перематывает на счетчик под ноль и тогда мы уже можем воспроизведение нажимать mpx кнопка ну которая сейчас принципе уже и даром не нужна переключение dolby dolby выключена dolby b dolby s и самое самое интересное dolby это dolby s dolby c dolby s очень интересная система шумоподавления теоретически я на ней даже иногда пишу так ниже у нас кнопка записи перемотка влево сразу же она работает как и поиск как влево так и вправо кнопка стоп пауза и пауза при записи кнопочка монитор так как включился так как есть сквозной канал вот можем и включить и сделаем чуть-чуть громкости вот это у нас уже с другой деки входит нам сигнал кнопка calibration и ручки для калибровки нашей ленты и громкость микрофона очень еще один интересный переключатель переключатель режимов play repeat off rack и тут написано таймер к этой функции я чуть попозже наверно вернусь ну и в принципе все органы управления на этом закончились но и самая большая крутилка у нас уровень громкости того громкость и господи записи на этом в принципе все кнопки на деке закончились ну и продолжим мы наверное коллеги с вами с тех функций в этой деке которую мне очень нравится потом я расскажу что мне жутко не нравится самые мои любимые интересные функции от таймер переключаем play repeat и при включении магнитолы ой магнитолы деке она автоматически включается на воспроизведение если у вас есть таймер таймер включил аппарат и он сразу же включился на воспроизведение также это с пульта работает также эта кнопка еще работает еще в одной очень интересной ситуации вот сейчас смотрите показываю вот я кассетку вот так вот перемотал практически в самый конец и вот мы предположим у нас проигрывается кассета и таймер стоит play repeat вот сейчас вот дека вот так играет у нас пошел ракорд срабатывает автостоп и дека сразу же автоматически перематывает пленку на начало и перемотала на на в начало пленки и сразу же включает play то есть коль дека не реверсы но вот они вот такой реверс вот таким вот образом компенсировали скажу честно очень нравится мне эта функция продумано отлично очень 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 хорошо если переключатель переключен в рек то при включении деки она сразу же включается на запись имейте это в виду проследите этот момент чтобы никогда ой чтобы никогда она у вас здесь в рек не стояла калибровка ленты включается кнопкой calibration нажимаем рек нажимаем паузу и нажимаем еще раз паузу и сразу же у нас идет вот так вот калибруется у нас ленточка дальше мы можем добавлять чувствительность минус 3 плюс 3 без у нас до минус 20 а точнее от минус 20 до плюс 20 ну естественно баланс но баланс это мы уже будем при записи очень хорошо работает этот самый скажите калибровка мне очень нравится то есть принципе под себя если у вас нет эквалайзера можно очень очень хорошо откалибровать кассету то есть если хотите вы себе низы или хотите себе верха поднять как раз вот этими крутилочками все 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 это можно великолепно и красиво сделать это то что касается тех вещей которые мне очень очень нравится в этой деке что мне в этой деке не нравится и что раздражает ну первое мне не нравится том что не механизированная крышка но честно вам скажу потому что вот у меня з6 сверху там механизированная крышка я честно иногда путаюсь то я на техник все нажму кнопку она хорошо техник хорошо закроет потом я на техник все наоборот рукой буду закрывать то я на айве ищу кнопочку чтобы закрыть не нравится но это такое дело дело привычки но больше всего меня бесит в этой деке как она медленно перематывает но посмотрите сами ну вот я сейчас даже специально засеку время и вам скажу за сколько она перемотает 45-минутную кассетку так вот а его перемотала 45-минутную кассету за минуту 41 а техник с аз 6 за 50 секунд честно скажу от подбешивает сильно подбешивает что касается подкассетника бывает честно говоря ну где-то на 20 захлопываний один раз она не до захлопывается приходится опять щелк тосен она до захлопывается но звук такой скудного стенки идет то есть приходится ее еще раз открыть и закрыть тоже момент не нравится дека воспроизводит я нажимаю примеру и джек нет он не выбросит он не остановит сам деку нужно нажать стоп и только тогда нам выбросить кассетку передняя крышечка у нас снимается легко нажимаем выброс и вот так вот я вверх снимается она у нас и что у нас здесь есть есть у нас здесь технологические отверстия которым сейчас я как раз и вернусь так как дека у нас закрытым трактом и здесь два прижимных ролика она очень очень компризна к состоянию роликов особенности левого ролика левый ролик найти где-то это нереально я совершенно случайно нашел левый ролик но от того что я его поменял лучше мне не стало здесь гаечка и вот этой гаечку нужно будет крутить и добиваться максимального максимально лучшее воспроизведение потому что если затянуть или наоборот отпустить звук плавает если не хотите этого можно принципе левый прижимной ролик вообще убрать но тогда смысла от закрытого тракта никакого также еще один доступ к гайке это для головки для записывающейся ну и вот этот доступ для азимута для головы слава богу здесь у меня все нормально но вот что касается прижимного ровы левого ролика я конечно ну кажется и собаку съел и в себе все волосы повыдергивал из-за своего закрытого тракта дека довольно таки капризна к пленке скажу так что 120 минутные пленки особенно такого низкого качества вот из кайсишку 120 минутку она у меня заживала даже не так заживала как поставляла борозды начала поджевывать качество б сразу вам говорю то есть лучше 120 минутки сюда не совать к записи воспроизведения у меня тоже в принципе есть к ней небольшие вопросы к примеру что получается что если я записываю на айве и потом воспроизвожу на техниксе звук на техниксе падает причем падает в худшую сторону но если я записываю на техниксе и воспроизвожу на айве запись практически не изменяется но сейчас вот давайте сравним вот эти вот моменты вот смотрите сейчас играет техникс смотрите уровень записи плюс 2 по левому каналу и где-то плюс 4 ну плюс 2 плюс 4 по правому то есть чуть-чуть с перегрузочкой это писал техникс у меня вот сейчас вот одним кадром а а его показывает что 0 видите в чем вопрос и чуть-чуть как-то от больше не зова на добавляет от этой записи если техникс если техникс воспроизводит больше средние высокие как-то более чисто то а его получается на почему-то смещает все это дело вниз не знаю почему так происходит также бесит но верхняя линейка да но почему не сделать как уазет 7 подсветку кассеты нет не сделали неудобно маленькая там экранчик не всегда видно ну а теперь что касается общего мнения за эту деку стоит она у меня в комплекте в техниксе в стойке вот 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 такой но видите это я со штативом основное ее предназначение лично у меня я с айвы стараюсь в основном воспроизводить мне больше нравится как а его воспроизводит все-таки для записи мне техникс но чуть-чуть побольше нравится хоть он и весь в автомате пишет но это мое сугубо личное мнение почему-то техникс получше здесь единственное единственное если если я не пишу через эквалайзер хотя вот он там стоит но я никогда не пишу но можно писать через эквалайзер можно чуть-чуть поиграться при калибровке ленты да это можно сделать но это такой степени редко когда бывает в основном я в техник закидываю сразу же кассету нажимаю калибровка он откалибровал сам я кнопку нажал главное что крутить уровень записи наличие родного пульта это всегда плюс у аз-6 аз-7 пульта своего нет он только с универсального работы точнее с универсального но вот вот с такого тот который идет к усилителю да но в комплекте нету пульта дистанционного управления дизайн как говорится на вкус и цвет но под мою всю стойку довольно таки нормально он подходит единственно чуть-чуть он по цвету отличается техник чуть-чуть он какой-то с коричневатой ноткой ремонт ну его под люку во первых левый прижимной ролик тяжело найти тяжело потом отстроить и очень-очень она мерзопакостная по пасекам если пасек неправильно подобрать будет тянуть будет плохо играть будет детонации я и переигрался в есть у меня видео там по замене пасеков но я игрался долго пока я их нашел нормальный когда подобрал что без детонации без ничего свое мнение я в принципе высказал дальше решать вам брать такую деку не брать такую деку иногда честно говоря я собираюсь ее продать потом мне становится жалко все-таки воспроизводит она просто великолепно ну на этом я свое видео буду заканчивать всем мира добра подписывайтесь на канал ставьте палец вверх всем мира добра пока пока